Под руководством председателя Центробанка Турции Шахала Кавджоуглу состоялось заседание Комитета по денежной политике. В ходе заседания было принято решение о снижении учетной ставки по еженедельным операциям с ценными бумагами с 13% до 12%. Решение принято на фоне замедления темпов мировой экономической активности. Турецкий регулятор отмечает, что из-за роста цен на энергоносители и несоответствия спроса и предложения, рост инфляции продлится дольше, чем ожидалось. Ранее президент Турции Реджеп Тайпер Доган неоднократно заявлял о необходимости снижения ключевой ставки в целях замедления темпа роста инфляции. Подробнее это решение мы обсудим с собственным корреспондентом CBC в Турции Туралом. Осадовым, Турал, тебе слово. Доброе утро, студия. Вчерашний день в Турции запомнился как экономическими в плане финансов, так и политическими новостями. Начиная, если говорить о финансах, то здесь Центробанк Турции снизил учетную ставку до 12%, что в свою очередь дало возможность доллару чуть-чуть укрепить свои позиции. И вот после объявления этого решения со стороны Центробанка турецкая валюта торговалась в районе 18 лир, 38 копеек за доллар, а к вечеру эта ситуация немного вновь вернулась к прежнему состоянию приблизительно. Уже за доллар предлагали 18 лир, 32-33 копейки, бывали моменты и 31 копейку. То есть это имеет значение, на рынках дает о себе знать, в фондовых биржах. И с другой стороны, сам Центробанк ранее, некоторое время назад объявил о том, проведя опрос среди участников рынка, объявил о том, что к концу года доллар может занять, укрепить, еще более укрепить свою позицию и торговаться в районе 19 лир, 89 копеек. Ну, скажем, ту 20 лир, черту в 20 лир доллар может увидеть в этом к концу года, теле, вернее, может увидеть. И вот эксперты все экономические, но с другой стороны, и политические экспертные круги вот очень тесно, очень активно следят за этими новостями, потому что, безусловно, это имеет свой наклад как на экономику, но и на политику страны, на ее возможности. Ну, здесь необходимо отметить один фактор, что турецкая сторона, правительство всячески пытается предотвратить некие негативные сценарии. Например, были заключены ряд соглашений с разными странами, это и Азербайджан, к слову, и другие страны соседние для Турции, страны Персидского залива, среди них Объединенные Арабские Эмираты, Катар есть. Эти страны помогли Турции с выделением кредитов и вложением, открытием кредитных линий, вложением денег в Центробанк Турции, тем самым не дав турецкой лире еще больше терять в цене. И это, безусловно, сыграло свою роль, потому что эксперты вот 20 лир за 1 доллар и даже 25-26 лир за 1 доллар уже турецкой экономике пророчили давно, что это должно было уже случиться, но вот эти шаги и другие, безусловно, шаги турецкого правительства не дали этому случиться и пока что вот к концу года такая вот картина ожидается. То есть не более 20 лир за 1 доллар, по крайней мере, Центробанк Турции сам об этом заявляет. Ну, с другой стороны, безусловно, вся эта ситуация в мире финансов в турецком государстве влияет на мир недвижимости, на рынок недвижимости и здесь, безусловно, цены стремительно росли. Вот в последнее время немного сильного такого роста цен на недвижимость не наблюдается, но, тем не менее, в течение года это был очень стремительный рост, потому что пока турецкая лира вот теряла, упускала свои позиции, обесценивалась, скажем так, параллельно с ней росли, безусловно, цены на все, в первую очередь на недвижимость. Это отразилось, конечно же, на жизни населения, местного населения, но, с другой стороны, и в этом плане, вот недавно были объявлены меры по соцзащите населения от инфляции, от последствий инфляции. В частности, недавно совсем вот был объявлен пакет соцпомощи в 25 миллиардов ТЛЕ, это примерно 1,4 миллиарда долларов США и 2,3 миллиарда монатов. То есть это действительно ощутимая такая сумма, которая была нацелена в первую очередь для помощи малоимущим семьям. Сюда входит и помощь для оплаты коммунальных услуг, так и для покупки жилья тем малоимущим семьям, у которых его нет. И, с другой стороны, был объявлен огромный масштабный проект по строительству социальных домов для тех же самых семей. И это решение, этот шаг, по мнению многих экспертов, и сам глава государства Режептай Пардоган об этом заявлял, этот шаг должен помочь как минимум не дать ценам на недвижимость, расти дальше, а в лучшем случае и снизиться. То есть это действительно может помочь. Ну вот, все эти заявления, все эти шаги, безусловно, происходят на фоне и политических событий в Турции, потому что глава государства пытается в период, когда турецкое правительство усиливает свои политические возможности, и не дать населению остаться лицом к лицу с теми сложностями, которые возникают как из-за внутреннего экономического положения страны, имея в виду обесценивание лиры, так и из-за международных кризисов, которые мы сейчас переживаем. И вот в этом плане его политические заявления действительно очень важны и соприкасаются с его планами и шагами, которые он предпринимает в экономике. И в частности, вот, очень много его визитов было, в рамках которых господин Эрдоган призывал инвесторов из этих стран вкладываться в экономику Турции, потому что это действительно профитное дело. Турецкая юридическая система обеспечивает иностранные компании действительно защитой на самом высоком уровне. Об этом заявляли и многие вот иностранные эксперты, определенные аналитические круги об этом говорили в области экономики. И на самом деле, вот, к слову, его визит на Балканы и вот недавний визит в США. В США он тоже... Была проведена встреча американо-турецкой группой в рамках бизнес-форума, в рамках экономического сотрудничества. И там он, безусловно, тоже призвал американские компании вкладываться, вкладывать инвестиции в турецкую экономику и иметь от этого... Вместе развивать страну, регион и иметь от этого свою выгоду, безусловно. Потому что турецкая экономика на сегодняшний день, она очень сильно экспорто направлена. То есть здесь мы с начала года наблюдаем, буквально каждый месяц объявляется о новых побитых рекордах в экспорте. Здесь в первую очередь, например, страны Европы и США, к слову. Германия, Великобритания и США занимают первую тройку, куда больше всего турецкая продукция экспортируется. Но, с другой стороны, здесь есть в списке и Россия, и увеличивается экспорт в страны Центральной Азии. Даже наблюдается повышение, увеличение экспорта в соседнюю страну, в Грецию, с которой у Турции в последнее время действительно отношения очень напряженные. Но при этом это не мешает вести бизнес и вкладывать деньги в греческую экономику турецким бизнесменам. И греческим, безусловно, соответственно, в турецкую тоже. С другой стороны, когда Эрдоган вернулся из США, вернее, перед тем, как отправиться обратно в Турцию, он дал развернутое интервью турецким СМИ, местным журналистам, где он обозначил вновь новые границы и важные точки в турецкой политике, по которым государство, ее внешняя политика направляется, на которых заострено внимание внешней политики Турции. И, безусловно, он здесь коснулся, к примеру, недавнего визита Нэнси Пелоси в Армению, назвав этот визит не совсем удачным. И заявил о том, что этот человек, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, не имеет той силы, чтобы испортить тот мирный процесс, который ведет Азербайджан в регионе, пытается начать его с Армении и навредить в целом миру и стабильности в регионе, как бы она этого ни хотела. С другой стороны, очень важный момент в его визите в США, как для участия на 77-й сессии Генассамблеи ООН, так и в плане проведения с его стороны встреч, были вопросы такие, связанные, к примеру, с поставками американских F-16 в Турции. Вот он и во время участия на саммите заявил о том, что сенаторы от республиканцев, которые так были против этого, сейчас уже позитивно настроены на этот счет. И вот в своем вчерашнем интервью местным журналистам он то же самое отметил и заявив, повторив, скажем так, готовность Турции купить эти F-16, потому что Анкара не хочет их, не говорит, чтобы ей их дали бесплатно, не просит их просто так на бесплатной основе, а платит за них. И поэтому и Анкару волновал вопрос, почему США не хотят предоставлять Турции эти F-16, потому что с соседней Грецией, например, никаких проблем не было, США даже продали ей F-35 тоже. Ну, здесь понятно, что вот по некоторым вопросам взгляды сторон не совпадали, но вот недавний саммит, несколько месяцев назад, саммит НАТО в Мадриде, дал возможность сторонам сглизить свои позиции, я бы сказал, потому что именно там после того, как Турция дала зеленый свет свет на рассмотрение, на начало процесса вступления Швеции и НАТО в Альянс, то есть, безусловно, при конкретных условиях, если те не будут исполнены, то Турция, конечно же, турецкий парламент не рацифицирует это соглашение, и тогда вступление не состоится. Ну вот хотя бы вот этот шаг был уже очень высоко оценен в Соединенных Штатах, и я думаю, что это очень сильно одной из главных причин было, по которому вот Штаты поменяли свое мнение и теперь позитивно настроены в плане продажи Турции F-16. И, безусловно, здесь очень много говорилось и говорится до сих пор вот как в экспертных кругах в Турции, так и со стороны главы государства, главы МИД, главы Минобороны Турции. Одно из главных направлений турецкой политики внешней за последнее время стала украинская повестка «Война между Россией и Украиной», где Анкара очень блестяще, я бы сказал, держит баланс в отношениях. Анкара понимает свою посредническую роль и не хочет сдавать эту позицию и продолжать быть мостом между Россией и Украиной и помочь им найти, вернуться, чтобы они смогли вернуться за стол переговоров, как бы это ни казалось сложным и невозможным, а это удавалось турецкой стороне. Это было показано и во время стамбульской встречи украинской и российской делегаций, в Анталии, где главы МИД встречались. На сегодняшний день результат имел зерновой коридор, зерновое соглашение, которое также было подписано в Стамбуле при посредничестве и участии Турции и Организации Объединенных Наций. Это действительно ценится как внутри политики, как для внутренней политики, то есть со стороны населения. Они видят, насколько их лидер, их государство имеет свою политическую силу, свой политический вес, чтобы влиять на такие очень сложные события в регионе, так и для внешней политики Турции. Она все более уверенно себя чувствует, как в переговорах со многими мировыми лидерами, даже с Байденом, скажем так, Эрдоган может разговаривать на одном и том же языке, на одном и том же, имея практически схожий политический вес, несмотря на то, что это Соединенные Штаты Америки, так и, например, с Востоком. Турецкий лидер умеет найти общий язык и договориться. На прямой связи со студией был Турал Асадов, специальный корреспондент телеканала CBC в Турции.